Не, ну размер для нас не имеет значения. Я думаю, что все-таки бьется громче. Да, это правильный ответ. Не будем баламутить воду. Мальчиков нужно больше. Насколько сильно стереотипная Барби после просмотра фильма. Понравился фильм Барби. С точки зрения демографии. Я попытался его проанализировать. Если мы заинтересованы в том, что повысилось рождение. Мы заинтересованы. Ну, по крайней мере, мы это точно декларируем. Весна-завтра девушки ликуют. Это их время года. Они расцветают вместе с погодой. Хотя, на самом деле, прекрасны всегда. И есть такая фраза. Мужчины должны беречь женщин. Но статистика говорит об обратном. Судя по цифрам, женщины должны беречь мужчин. И что происходит в демографии Приднестровья, да и во всем мире, об этом мы поговорим с гостем в нашей студии. Знакомьтесь, Кривенко Андрей Валерьевич, доцент кафедры социально-экономической географии и региона ведения ПГУ. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Андрей Валерьевич, ну как же так получилось? Почему женщины живут дольше мужчин? Как же так получается? Ну, на самом деле, не везде женщины живут дольше мужчин. Если мы посмотрим на весь наш земной шарф, то у нас, оказывается, мужчин больше, чем женщин. Все-таки в бедных странах судьба женщин не так хороша. Не так завидно. Ну, в принципе, в нормальных условиях, то, что мы сейчас считаем нормальным, в большинстве развитых стран и у нас женщины живут дольше. И причем на такой достаточно... На порядок. Ну, не на порядок, на такой большой срок. 7-8 лет. Продолжительность жизни у нас отличается. Ну, мы как все или как африканские страны? Что у нас в Приднестровье? Нет, мы как развитые страны, где все-таки положение женщин очень даже вполне нормальное. Андрей Валерьевич, а стоит ли, что называется, играть в Бога и вмешиваться в этот процесс и выводить к паритету женщин и мужчин? Как это мы можем? То есть смотрим статистику и рожаем только мужиков? Ну, мне кажется, все-таки не. Но здесь уже люди не могут принимать решение, кто-то у них родится. Это очень сложный процесс. Как так получается, что мальчиков рождается больше, чем девочек? Это прямо наша составляющая. Это важный компонент нашего, может быть, эволюционного выживания. Мальчиков нужно больше. Поэтому они рождаются в большем количестве. Но потом уже в процессе жизни... Отсеиваются, что называется. Расходуются, скажем так. И вот если брать данные 2015 года, когда у нас была перепись, то где-то там к 36 годам начинает устойчивое число женщин в Приднестровье превышать число мужчин. А вот почему к 36 годам именно вот это число звучит, эта цифра женщин становится больше? Что это значит? Это, знаете, как ролики в Ютьюбе, там, где показывают мальчиков, как они себя ведут. Да, и девочек, которые сидят аккуратненько. Тут, наверное, поведение, да. Ну, это, наверное, может быть эволюционная роль у мужчины, роль авангардная. Мы должны начинать, пробовать. Рисковать. Рисковать. Почему? Потому что у нас гормональный фон тестостероновый. У девушек эстрогенный гормональный фон помогает сберегать. Рергадная функция эволюции. Надо, да, не торопиться, чтобы было всё безопаснее. Это одно из. То есть надо, чтобы мужчины немножко поберегли себя, особенно после 36, оглядывались по сторонам, переходили только на зелёный свет. Не ходили ни на какие экскурсии, по горам, по лесам. Внимательно относиться к своему здоровью, конечно, но не всегда получается. Неужели тестостерон не может повлиять на нас? Есть ещё такое мнение, что мужской эгоизм, который в последнее время появился, особенно в развитых странах, ну что это значит? Пожить для себя, для себя любимого, в последний момент выйти, жениться, это как-то усугубляет положение с демографией? Ну, наверное, и мужской эгоизм, и женский эгоизм, если так можно называть. Другие, кто-то вспомнит пирамиду Маслоу, потребности, какие существуют. Поэтому, наверное, всё-таки люди думают не то, что пожить для себя, а реализовать себя. Да, и, соответственно, большое количество деток воспринимается как препятствие. Поэтому происходит во всех странах мира, в каких-то уже произошло, в каких-то будет происходить то, что называется демографический переход. Это когда люди в семьях сознательно принимают решение ограничивать количество деток у себя. Это процесс, который происходит везде, то есть от него никуда не деться. И мы тоже, его затронуло и нас. То есть получается не везти первого в школу, второго в садик, а третьего нянчить дома, а писать дипломную работу. Писать дипломную работу, делать карьеру, путешествовать. Да, да, пожить для себя, всё, что ты сказал. В современном мире, на самом деле, очень часто говорят, что женщины забирают в себе звание сильного пола. Как это можно объяснить? Да, интересный вопрос, да. Насколько сильна стереотипная Барби после просмотра фильма? Ну, конечно же, речь, наверное, о социальной роли идёт. Мне кажется, что всё-таки выяснять, кто важнее, да, наверное... Мериться званием, так сказать, да? Хотя существуют определённые стереотипы, да, маскулинные, да, опять-таки, возвращаясь к фильму. И, кстати, это очень много помогает мужчинам. Они не боятся рисковать. И, может быть, благодаря этому иногда достигают большего. Хотя, конечно, в интеллектуальном отношении... То есть вам понравился фильм Барби? Я, по крайней мере... С точки зрения демографии. Я попытался его проанализировать, что же он нёс, да. Не всегда мне было понятно, но с демографической точки зрения, да, я на него посмотрел. Он довольно-таки правильный. Ну, почему? И там было много интересных мыслей, которые, может, было... Я просто не добрался ещё до него. Правильным я его не знаю, что значит правильный, да. Но мысли озвучивались, да, роли гендерной, да, о репродуктивном поведении, всякие разные мысли. Ну, это у меня они в голову пришли совсем не обязательно, что всем. Интересно будет сходить с доцентом, да, посмотреть Барби, пересмотреть, переоспоследовать. Диалогия о Барби, так сказать. Хорошо. Если государство видит, что демография, рождаемость, она скатывается, либо там отрицательность становится, какие стимулы она может предложить для того, чтобы это всё исправить? Отрицательный, естественно, прирост. Это когда тех, которые умирают, больше, чем те, которые рождаются. У нас с 94-го года так. Ужас. Что делать? Что можно предложить? Это не только у нас. Во всей Европе, да. В развитых странах по большей части такие вещи происходят. Сказать по правде, у нас рождаемость, если брать среднеевропейский уровень, ещё как-то так, более или менее. Если мы заинтересованы в том, чтобы повысилась рождаемость. Мы заинтересованы? Ну, по крайней мере, мы это точно декларируем. На самом деле. Но это на самом деле, это подход государственный. Почему? Потому что это будущее, по сути дела. Так ведь? Да и плюс ко всему, у нас есть так называемые репродуктивные права. Это что означает? Что люди хотят заводить себе деток, большая часть. Это означает, что у них должны быть такие условия, чтобы они могли реализовать эти права. Сколько деток хотят? Двое. Сколько рождают? Чаще всего одного, ну, реже двух. А для того, чтобы детки заменяли родителей, нужно, чтобы в семьях было как минимум двое деток, а у некоторых и трое. Но у нас такого нет. А что делать? Какие стимулы можно предложить? Что делать кому? Государству. Пропагандировать ЗОЖ, чтобы мужчины стали больше о себе заботиться, чтобы жить дольше. Да, наверное, все те вещи, которые в том числе и сейчас государство делает, конечно же, они не бесполезны. Но нужно забывать, не забывать еще о том, что кроме рождаемости у нас еще есть люди, которые уже родились. Наверное, должны быть созданы такие условия, чтобы уже родившиеся и выросшие отсюда не уезжали. Соответственно, если будет расти рождаемость в каких-то бедных странах, но при этом будет отток миграционный, то какой смысл государства? То есть вы, получается, вкладываете в людей чужого государства, по сути, которые уезжают. Всегда было интересно, вот в странах, где разрешено многоженство, демографическая ситуация лучше или все-таки как-то нет в этом разницы никакой? Или это миф такой, который мы придумали? Демографическая ситуация лучше. Вы имеете в виду рождаемость? Рождаемость, да. Да, был бы окружен со всех сторон и красотой, и всякими разными проблемами. Вы знаете, интересный на самом деле вопрос. Я думаю, наверное, такое наследие, может быть, средневековья или древних времен, когда мужчины гибли в войнах или в каких-то там походах, и нужно было вовлечь в брачный процесс большее количество вдов или девушек, и, наверное, тогда и как-то оправдано было демографическое многоженство. У нас другая культура. Я думаю, что, не то, что я думаю, насколько мне известно, многоженство, конечно же, повышает рождаемость. Хотя такой показатель, как число деток, рожденных одной женщиной, вот такой важный показатель, он снижается в семьях, в которых несколько жен. От каждой жены по одному дочке и сыночке. Или по двое, или еще сколько. Если подвести маленький итог, кто кого все-таки должен беречь? Мужчины, женщин или женщины, мужчин? Я думаю, что в первую очередь каждый должен беречь самого себя, и не только беречь, и уважительно к себе относиться. Будешь уважительно относиться к себе, к своему здоровью. Наверное, мужчин может быть в большей степени касается, так как это именно мы склонны к всяким разным таким, ни природосохранительным, ни жизнесохранительному поведению. Ну, а, конечно же, если мы еще при этом можем заботиться о наших членах семьи, мужского или женского пола, это вообще здорово. Мы поэтому и существуем, да, homo sapiens, потому что мы существа социальные, и научились заботиться о себе вот так вот. Не перекладывать ответственность на кого-то другого, а подумать в первую очередь о себе. Андрей Валерьевич, что в канун 8 марта можно сказать женщины? Одной ногой мы уже 8 марта, да, буквально тут еще неделька осталась. Женщины, да. Завтра весна уже. А что мужчины, можно сказать? Я думаю, женщины должны оставаться женственными, да, красивыми, милыми, желанными. Они вот представительницами сильного пола, да? Ну, я, наверное, такой скорее традиционалист, хотя, в принципе, вполне прекрасно понимаю, что роль женщин будет возрастать, и это нормально. Мне кажется, что мы достаточно развитые и не сильно отличаемся друг от друга в интеллектуальном отношении. Может, физически какие-то есть особенности. Я думаю, что мы должны реализовывать свои права и чувствовать себя человеком в первую очередь.